Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Визуализация первичной опухоли при МРТ здесь возможности достаточно широки. При даже незначительной опухоли, небольшой опухоли, на фазе еще такого пигментного пятна, на кожи теменной части, в данном случае, головы, мы видим уже инфильтрацию и всей толщи кожи. И можем говорить о том, что процесс переходит на подкожную жировую клетчатку на глубину 1 мм. Как уже говорила Екатерина Викторовна, очень хорошо кровоснабжаемые опухоли и при внутривенном контрастировании активно накапливают контрастный препарат. По высоте сигнала могут быть сопоставимы с кожей. Несмотря на такие небольшие размеры опухоли, это не должно вводить в заблуждение. Меланома относится к очень агрессивным опухолям, которые очень рано гематогены и лимфогены метастазируют. Поэтому, даже несмотря на такие малые размеры, обязательно оцениваются все зоны регионарного лимфооттока. Это, как правило, лимфоузлы 1-7 уровней для опухолей данной локализации. И обязательно костные структуры, как первая мишень для гематогенных метастазов. Также МРТ у него существенные плюсы при опухоли, труднодоступных для физикального метода обследования и для такого метода, как УЗИ. Например, опухоли, локализующиеся в проекции придаточных пазух носа, слизистой оболочки и полости носа. МРТ дает возможность оценить структуру опухоли, в данном случае наличие кровоизлияния, и также активное ее кровоснабжение. Очень важно помнить о том, что меланомы, несмотря на свои малые размеры, склонны к диссеминации в окружающих мягких тканях. Поэтому, когда производится диагностика первичной опухоли, в данном случае она представлена преимущественно газофитным компонентом с инфильтрацией кожи на всю толщу, без перехода на подкожную жировую клетчатку, исследователю нужно быть очень внимательным и оценивать все окружающие мягкие ткани. И мы видим, что помимо контрастированной первичной опухоли, визуализируется мелкий диссеминат, всего 1 мм в диаметре, в толще кожи, расположенный в непосредственной близости. И здесь, конечно, хорошо продемонстрированы возможности МРТ 1-2 мм. Это не предел для метода, вот очень хорошо виден диссеминат. Опять же, несмотря на маленькие размеры опухоли, обязательно оценивается и лимфогенное, и возможное гематогенное метастазирование. Особенность пигментных меланом на МРТ – это низкая интенсивность МР-сигнала на Т2-взвешенных изображениях и высокой интенсивности МР-сигнала на Т1-нативных МР-изображениях. В данном случае это до введения контрастного препарата, поэтому это может служить таким неким маркером. Если у пациента опухоль невыясненной первичной локализации имеет засекундарное поражение шейных лимфатических узлов или лимфоузлов иной группы, и мы видим вот такую особенность, и точно знаем, что если речь идет не о наличии кровоизлияния в лимфоузел, то тогда можно предполагать меланому. Еще раз повторюсь, что это особенность только для пигментных меланом. Без пигментных, конечно, мы такого не увидим. При лимфогеннометастазировании наступает достаточно рано. У данного пациента, помимо того, что имеется первичная опухоль небольших размеров толще кожи, имеется крупный диссеминат в подкожной жировой клетчатке по размерам, значительно превышающий первичную опухоль. И когда пациентам назначают при меланоме обследования, в данном случае нижней конечности, это область голени, никогда не нужно останавливаться только на этой зоне, и обязательно нужно подняться выше на уровень регионарного метастазирования. Это будет паховая область. И как раз у данного пациента мы видим метастаз меланомы в лимфоузлы пахово-бедренной группы. Обязательно назначать и клиницистам, и помнить об этом МР-диагностам о том, что нужно отслеживать все пути метастазирования ближайшие, для того, чтобы был поставлен правильный диагноз, правильно стазирован, и никогда не ограничиваться одной зоной. То же самое касается и опухоли локализующихся выше. В данном случае мягкие ткани бедра, грубый инвазивный рост с врастанием в откожную жировую клетчатку, прилежащие мышцы. И в данном случае недостаточно будет обследить только пахово-бедренную группу. Уже отслеживаются и лимфоузлы малого таза, и также забрешинные лимфоузлы. Расширяется зона сканирования. Для опухоли, локализующихся в области головы и шеи, очень часто встречается лимфогенное и гематогенное метастазирование. Очень агрессивные опухоли. Здесь меланома области века и настолько мала, что ее даже при МРТ не удается отследить. И недостаточно, опять же, обращая внимание и клиницистов, и диагностов, при локализации опухоли данной области назначать только ту зону, где располагается непосредственно сама опухоль. Поскольку это область лицевая, край зоны сканирования будет приходиться на область основания черепа, и все зоны регионарного лимфооттока окажутся за пределами зоны сканирования, и мы рискуем недооценить распространенность процесса. Поэтому, если опухоли локализуются в области головы и лица, обязательно назначение МРТ дополнительно мягких тканей шеи. И как раз здесь, за пределами зоны сканирования, если бы мы обследовали только голову, визуализируется секундарный лимфоузел, собственный лимфоузел оклоушной слюной железы, интерглондулярный, явное метастатическое поражение. Гематогенное метастазирование. Стоит отметить, что меланома — это та опухоль, которая может метастазировать куда угодно, и абсолютно непонятно, чем она руководствуется, выбирая мишень. Гематогенное метастазирование может не только в характерные костные структуры, но также вообще в любые структуры, мягкие ткани организма, и нужно быть предельно внимательным. У данного пациента опухоли локализуются очень небольших размеров в области кожи, оклоушной области с инвазией на всю толщу кожи, даже нет перехода на подкожную жировую клетчатку. Опять же, отслеживаем и зоны регионарного лимфооттока, и костные структуры. Пациент подвергся хирургическому лечению с хорошим запасом в области здоровых тканей. И через полгода мы видим, что это лечение было достаточно эффективным. Отсутствуют метастазирование, отсутствуют признаки местного рецидива. Отслеживаем также все те же самые критерии, что я говорила и ранее, но обнаруживается дополнительное появление узловых образований, активно накапливающих контрастный препарат, структуре кивательной мышцы и псилатеральной стороны. Узелков этих более 10, очень мелкие, и хорошо накапливают контрастный препарат. Вот здесь видно на Т1-звешенных изображениях. То есть диссиминация происходит уже в мягких тканях, далеко за пределы тех привычных для нас органов мишеней. Также у пациента меланома области века, опять же опухоль очень мала, недоступна для МР-визуализации, и имеется метастаз в толще щечной области. В данном случае узловое образование располагается и в толще подкожной жировой клетчатки, и в толще жевательной мышцы. Здесь, на самом деле, возможно родоначтение. Может быть, это секундарное поражение щечного лимфоузла, может быть, гематогенный метастаз в структуру жевательной мышцы. И также имеется еще один дополнительный метастаз в мягких тканях орбитальной области. Помимо того, что в первичной диагностике используется МРТ, она также очень эффективна для оценки эффекта проводимого лечения, химиотерапии, иммунотерапии. В данном случае у пациента меланома не выявлены первичные локализации с обширным метастазированием шейные лимфатические узлы и имеется мелкий диссеминат в мягких тканях передней грудной стенке. Конечно, с помощью МРТ очень легко сообщить о том, что имеется частичный регресс на фоне проведенной химиотерапии, об эффективности проведенного лечения, значительное уменьшение размеров и количества лимфоузлов, и также предупредить, когда лечение перестает быть эффективным и увеличиваются и размеры, и количество лимфоузлов, и также вновь появляется диссеминат в подкожной жировой клетчатке. Поэтому МРТ у пациентов с опухолями данного вида обязательно стоит в диагностическом минимуме. Также стоит помнить о том, что для меланомы характерен такой ответ на лечение, как разнонаправленная динамика. Тоже не должно вводить диагност в заблуждение и правильно трактовать увиденное, потому что чаще всего предполагают либо плюс, либо минус, и начинает колебаться в том, какое же заключение вынести. Таким образом сбивают клинициста с необходимого пути лечения пациента. В данном случае у пациента имеется меланома с секундарным поражением шейных лимфатических узлов со второго по пятый уровни, и также отслеживаем костные структуры. В данном случае секундарного поражения костей нет. И на фоне проведенного лечения явное уменьшение размеров лимфоузлов верхней половины шеи и увеличение размеров пятого А уровня в жировой клетчатке надключичной области. Но это как раз тот случай, когда имеется разнонаправленная динамика. И массивное субтотальное поражение костных структур с формированием мягкотканного компонента. Меланома кожи у детей. Это тот редкий случай, когда применяется неодиматная химиотерапия, поскольку, несмотря на скромные размеры опухоли у ребенка на коже теменной области, уже видно, что она обладает достаточно агрессивным типом роста, врастает и в подкожную жировую клетчатку, широко прилежит к наружной замыкательной пластинке теменной кости. И вот такое обширное лимфогенное метастазирование с формированием обширных сливающихся конгломератов лимфоузлов, выраженной деформацией шеи, вовлечением магистральных сосудов шеи. Конечно, здесь уже хирургическое лечение спряжено с очень высокими рисками и сложностями и формированием обширного дефекта. На фоне неодиматной химиотерапии значительное уменьшение размеров как первичной опухоли, так и лимфатических узлов, и контроль через четыре цикла. Очень хороший ответ. И в данном случае уже возможно проведение хирургического лечения, которое, скорее всего, будет радикальным. Стоит дополнительно отметить метастазическое поражение головного мозга при меланоме. Еще несколько лет назад это был приговор для пациента, и метастазирование в головной мозг уже фактически сводило счет на оставшиеся месяцы, а не на годы. Злокачественная меланома является третьей по частоте причиной секундарного поражения головного мозга, и у 60% пациентов с метастазической меланомой рано или поздно появляются метастазы в головном мозге. Поражение головного мозга. Если происходит множественное метастазирование в головной мозг, то, конечно, с учетом радиорезистентности опухоли не проводят тотальное облучение. Но если очагов небольшое количество, можно прибегнуть к такому очень высокоэффективному методу, как стереотоксическая лучевая терапия. Проблема в том, что для нее есть очень жесткие критерии. Количество очагов должно не превышать 4, иногда бывает 5, но это скорее отклонение от правил, чем правило, в зависимости от клинического случая. Размер наибольшего опухолевого узла не более 4 см, остальных метастазов не более 3 см, и смещение срединых структур не более 1 см. Это накладывает очень жесткие требования к педантичности, скрупулезности исследователя. Нужно четко не только назвать наличие метастазов в головном мозге, но также и посчитать их количество и размеры. Хотелось бы сразу развеять тот миф, который есть среди и клинических врачей, и диагностов о том, что меланому не нужно контрастировать. Как раз с учетом ее вот этой особенности, продуцировать меланин и то, что она очень хорошо визуализируется на нативных Т1-звешенных изображениях. Такое встречается не так и часто. Помним о том, что есть беспигментные меланомы. И также хотелось бы сказать о том, что, конечно, после внутривенного контрастирования объем пораженных тканей намного больше, чем мы это видим на нативном исследовании. Таким образом мы можем очень серьезно промахнуться с размерами. Ну и чаще всего метастазы меланомы мы видим все же вот так, когда на нативных изображениях они характеризуются сниженной интенсивностью сигнала и активно накапливают контрастный препарат на постконтрастных изображениях. Поэтому меланому контрастируем всегда, обязательно, даже если на нативных сканах нет подозрения на секундарное поражение, потому что есть метастазы 1-2 мм, которые могут не давать перифокального отека. И толщина среза не должна превышать 1 мм, для того чтобы мы не ввели в заблуждение врача-радиолога, который будет предположительно лечить данного пациента в дальнейшем. Вот как раз пациент, идеально подходящий для стереотоксической лучевой терапии, головного мозга, 3 метастаза в лобной доле и в затылочной доле, характеризующиеся активным накоплением контрастного препарата. Пациенту проведена лучевая терапия, и посмотрите, сколько времени вы выиграли. В 2018 году пациенту облучили очаги в головном мозге, и в 2021 году сохраняется полный регресс очага, располагающегося на границе лобной и теменной доли, и значительное уменьшение размеров очага, локализующегося в затылочной доле. Три года очень хорошего качества жизни и очень хорошего результата. Тем не менее, выявляется диссеминация процесса по мягкой мозговой оболочке с нарастанием перифокального отёка и появлением неврологической симптоматики. К сожалению, в дальнейшем данный пациент уже лучевой терапии не подлежит и подлежит уже системному лечению. Ещё также стоит отметить особенность меланомы к диссеминации по мягкой мозговой оболочке. Это очень важная её особенность, об этом стоит помнить. И когда оцениваются вот такие солитарные очаги в головном мозге, обязательно нужно отследить форму очага. В данном случае видно, что форма не круглая, имеется вот такой вот шиповидный вырост, который повторяет ход мягкой мозговой оболочки и закручивается по ходу извилины, по ходу борозды мозга. Это очень прогностически неблагоприятный сигнал о том, что возможно врастание в мягкую мозговую оболочку и диссеминация процесса. Конечно, здесь, когда идёт речь о том, что очаг солитарный, предпринимается попытка проведения лучевой терапии стереотоксической. И да, мы действительно получаем уменьшение размеров того очага, который получил лучевую нагрузку. Но выявляется диссеминация процесса по мягкой мозговой оболочке больших полушарий мозга с появлением многочисленных новых метастазов. Поэтому, если есть подозрения о том, что метастаз врастает в оболочку или исходит от неё, обязательно нужно это указывать, поскольку прогностически это неблагоприятный фактор. Также стоит указать о том, что метастазы меланомы склонны к очень быстрому росту. Поэтому, если предполагаем лечение пациента таким высокоэффективным методом, как стереотоксическая лучевая терапия, то давность исследования пациента не должна превышать 5 дней. 7 дней – это максимум. В качестве клинического примера пациенту выявлен слитарный метастаз меланомы в лобной доле. До того момента, как он попал уже в стационар, собирал документы, многочисленные анализы, прошло 2 недели. Выполняем контрольное исследование. Значительный рост, увеличение размеров очага буквально в 3-4 раза, повышение зоны перифокального отёка и уже формирование дислокации срединых структур. Конечно, такого пациента уже на лучевую терапию, к сожалению, взять не удалось. Был переведён на отделение нейрохирургии, метастаз был удалён, и впоследствии было облучено ложе опухоли, тоже с очень хорошим эффектом. Благодарю за внимание. Извините, ещё буквально последний слайд, что стереотоксическая лучевая терапия также проводится для таких нетипичных локализаций, как твёрдое нёбо, как ретрофарингеальные лимфоузлы, которые очень сложно доступны для хирургического лечения. Мы также получаем очень хороший ответ в виде уменьшения или полного регресса изменений. Ну вот теперь уже точно всё. Спасибо за внимание. Продолжение следует...